Россия приближается к полной цифровой изоляции. Тоталитарная кремлевская машина собирается изобрести российский искусственный интеллект с так называемыми традиционными ценностями. По мнению Путина, доминирование на российском рынке западных технологий недопустимо и опасно. А поскольку запретить их развитие невозможно, то их нужно научиться контролировать. Об этом диктатор заявил на конференции по искусственному интеллекту в Москве. Аналитики считают, что благодаря современным технологиям россиян будут держать на поводке. Там уже начали отслеживать цифровые транзакции, чтобы знать все, что делает и куда ходит человек. Это означает, что Россия переходит на такой новый уровень тоталитарного государства в цифровой сфере. То есть вас будут держать на поводке за счет новых технологий. То, что частично происходит в Китае, когда там тоже можно отследить фактически каждого человека, являются камеры, слежка и так далее. Вот Россия просто мечтает создать у себя то же самое. В то же время некоторые представители власти предлагают свой вариант использования искусственного интеллекта. Так губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова предлагает оставить у власти одного Путина, а всех чиновников, в том числе и губернаторов, заменить нейросетями. По мнению Комаровой, человеческий фактор негативно влияет на принятие важных государственных решений. А пока собственные технологические разработки в будущем российские власти используют чужие уже сейчас. Так в Самаре студентов агитируют сдавать электронные сигареты ради микросхем для беспилотников. В листовке говорится, что организаторов интересуют не сами сигареты, а только некоторые детали устройства, аккумуляторы и микросхемы. В качестве агитации используется советский плакат Виктора Говоркова на тему борьбы с пьянством. Только вместо рюмки изображена электронная сигарета, а на заднем плане виднеется текст «Одна электронная сигарета равно один сброс коптера на врага». По словам организаторов, коробки с такими листовками установили во всех компусах и общежитиях университета. Из статьи издания «Новая газета Европа». Тотальный контроль над населением невозможен без ограничения доступа к глобальной сети интернет. Эксперты считают, что Россия может сделать это по примеру Китая, где работают аналогичные западному функционалу китайские ресурсы. И заняться интернетом Кремль планируют сразу после президентских выборов, уверены эксперты. Насколько я понимаю, китайская страна с удовольствием поставляет оборудование для подобных вещей. Оно на сегодняшний день уже тестируется на территории России. И, скорее всего, после так называемых выборов президента в следующем году будет введен вот этот вот план суверенного интернета или что-то наподобие придумают российские власти. Создают в России и аналог самого популярного веб-сервиса YouTube. В Госдуме считают, что у российских авторов нет будущего на этом сервисе. А сама площадка остается враждебной к России. Прикрытие интернет для российской путинской власти на сегодняшний день, конечно же, это задача, если не номер один, но одна из важнейших задач, поставленная руководством перед исполнителями. И сегодня действительно интернет России находится, в общем-то, под угрозой. Рано или поздно российские власти, безусловно, расправятся с интернетом и будут полностью фильтровать всю информацию, которая будет возможно получить на территории Российской Федерации. А чтобы удобнее было следить за гражданами, Минцифры России предложила централизировать системы видеонаблюдения по всей стране. Предполагается, что государство получит доступ даже к подъездным камерам. Все они будут подключены к системам искусственного интеллекта, что, по мнению чиновников, позволит повысить раскрываемость преступлений. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.